Привет, друзья! Сегодня я буду готовить винегрет по-царски. Несмотря на свое французское название, это старинный русский салат. Или, как раньше говорили, крошин. Для приготовления винегрета нам понадобятся следующие продукты. Квашеная капуста, консервированная фасоль, соленые грибы, соленые огурцы, отварные свекла, морковь и картофель. Заправлять винегрет будем соусом. Для него нужны соль, сахар, горчица, растительное масло, яблочный уксус. И, конечно, нам понадобится зелень. Картофель нарезаем пластиками. Огурцы, свеклу, морковь и грибы кубиками. Огурцы необходимо почистить, а фасоль выбирать мягкую, с тонкой кожицей. Если не найдете такую, замените зеленым горошком. Вкус приготовленного винегрета от этого не пострадает. Затем готовим соус. Смешиваем 2 столовые ложки готовой горчицы. Если не любите горчицу, возьмите половину нормы. Добавляем соль. Наливаем пару столовых ложек яблочного уксуса. И примерно столько же растительного масла. Смесь хорошо взбиваем венчиком. Когда соус станет однородным, добавляем в него сахар и нарезанную зелень. Взбиваем соус еще пару минут до полного растворения сахара. Чаще всего я выкладываю винегрет слоями в форме. Но знаю, что многие перемешивают все ингредиенты в одной чашке. Никакой разницы. Делайте как хотите. Итак, если делаем винегрет слоями, первым выкладываем картофель. Если будем мешать в чашке, картофель надо порезать мельче, кубиками, как и другие овощи. Картофель поливаем несколькими ложками соуса. Сверху выкладываем консервированную фасоль. Слой фасоли не толстый, не густой. Примерно вот так. На фасоль добавляем половину приготовленной свеклы. Затем очищенные и нарезанные огурцы. Следом идет морковь. Любите винегрет посладше? Добавьте моркови больше нормы. Затем соленые грибы. У меня сегодня грузди. Не забывайте добавлять понемногу соус. Но не обязательно на каждый слой. Подошла очередь к квашеной капусте. Если капуста сильно соленая или очень кислая, ее промываем. И в завершение выкладываем оставшуюся половину вареной свеклы. Посыпаем винегрет зеленью. Если у вас остался соус, выливаем его сверху. Вот так готовится винегрет по-царски. Винегрету необходимо дать настояться минут 30. И можно убирать форму. Назовем по-старинному крошево готово. Угощайтесь сами. Радуйте гостей. Не менее привлекательно выглядит винегрет, если по ходу приготовления вы будете смешивать все овощи сразу. Я надеюсь, мой рецепт вам понравился.